Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш курс, посвященный Божественной Литургии. В рамках нашей прошлой лекции мы поговорили с вами о антифонах и малом входе. Сегодня наша задача поговорить о Тресвятом. Собственно, все эти чинопоследования, напомню, входят у нас в так называемую Литургию Оглашенных или Литургию Слова, в первую из двух частей, из которых, собственно, Божественная Литургия и состоит. Вот у нас случился малый вход, священнослужители вносят Евангелие и полагают его на престол. В этот момент времени традиционно у нас звучат тропари и кондаки. Существует целая определенная система, которая определяет, какие из них в день сегодняшний и в каком порядке будут исполняться. Особенно рассматривать ее не будем, только скажем о том, что есть совершенно определенная логика. Обязательно будет звучать и тропарь, и кондак, посвященный сегодняшнему дню. Безусловно, будут звучать связанные с храмовым престолом и в определенной последовательности мы их все услышим. Это достаточно не ранняя вставка в литургический текст. По той простой причине она появляется, что в момент, когда священник войдет в алтарь и Евангелие будет возложено на престол, он будет читать молитву, предваряющую собою пение Трисвятого. В нашем сегодняшнем уроке мы немножко в обратной последовательности это рассмотрим. Мы сначала поговорим о Трисвятом вообще и потом уже почитаем эту молитву. Но в практике это осуществляется так. Произошел малый вход, священник читает достаточно пространную молитву и для того, чтобы не повисла пауза, нужно чем-то ее заполнить. Вот здесь как раз и подходят те самые краткие песнопения, потому что, как правило, и тропарь и кондак достаточно краткие формы, которые этот промежуток времени собою заполняют. Нужно заметить, что для своего момента времени такая практика отсутствовала по той простой причине, что эти молитвы звучали гласно, за исключением, например, молитвы священника о самом себе, которую он читает перед, собственно, великим входом. С течением же времени, когда эти молитвы стали совершаться тайно, возникла необходимость заполнения подобного рода пауз. Нужно заметить, что далеко не все христианские традиции так однозначно негативно относятся к молчанию во время богослужения. Это специфичная характерная особенность, наверное, именно нашего православного богослужения, потому что, например, для христианского Запада моменты молчания в литургическом собрании совершенно естественно. Мы же стараемся, чтобы литургическое действие осуществлялось от начала до конца абсолютно безостановочно. Большой вопрос, нужно ли это на самом деле в таком интенсивном режиме предлагать, потому что, например, иногда это на самом деле не положительно, а отрицательно сказывается на нашем благочестии. Самый простой и показательный пример относится к значительно более позднему моменту литургии, к запричастному стиху, после которого духовенство причащается в алтаре, а миряне готовятся к причастию, которое осуществится совсем вскоре. И, как правило, в этот момент времени происходит та самая пауза, которую, с одной стороны, пытаются чем-либо заполнить, либо исполняя какие-нибудь концертные духовные произведения, которым не очень есть место в рамках общего литургического последования, либо читая молитвы к причастию для тех, кто по каким-то обстоятельствам их не читал. Соответственно, все остальные собравшиеся, которые, в общем-то, уже и готовились, и все читали, и поэтому не очень внимают происходящему, просто начинают вступать друг с другом в беседу. Таким образом, в храме вместо молитвенной тишины и собранности непосредственно перед причащением повисает гул. Вполне возможно, что звенящая тишина бы в этот момент прекрасно помогла как клирикам, причащающимся в алтаре, причащаться в абсолютной внутренней собранности, так и готовящимся к причастию мирянам не растерять все то, что они собирали в рамках литургии, а спокойно донести до момента собственного причащения. Поэтому пауза в литургическом последовании на самом деле не всегда и плохо. Так вот, у нас прозвучали тропари и кондаки, далее звучит возглас, который то появляется, то исчезает в наших последованиях. Господи, спаси благочестивое и услышанное. Возглас достаточно своеобразной истории, потому что, например, в нашем современном последовании, в наших современных служебниках, он появляется в 1997 году по отдельному решению Синодальной комиссии. Связано это с тем, что данный возглас имеет, кроме всего прочего, определенную, если так можно сказать, политическую окрашенность. То есть, изначально звучал он куда менее расплывчато. Собственно, «Господи, спаси благочестивое» — это изменение возгласа «Господи, спаси царей и услышь нас». В его непосредственной форме это практически дословная цитата одного из стихов Псалтири. В византийском богослужении присутствовала она по той простой причине, что так подразумевала собою молитву о императоре или императорах, если мы говорим о этапе, когда Цезарей было два, то есть, собственно, в Константинополе и в Риме, или же даже когда они географически не всегда делились, но достаточно чистые периоды, когда несколько правителей управляли Византии. Поэтому «Господи, спаси царей». В рамках греческого богослужебного последования текст про царей исчезает в, собственно, годы после падения Константинополя, то есть, уже в служебниках XVI века. Он выглядит как раз как «Господи, спаси благочестивых». То есть, здесь как бы мы так широко имеем в виду благочестивые власти. В наше богослужебное последование он попадает именно в таком виде и совершается, например, в рамках Российской империи в формате о благочестивых. Но с годами революционными также покидает наше богослужение. И только, повторюсь, к самому концу XX века вновь возвращается в него. Таким образом, когда сейчас за литургией мы слышим подобного рода возглашения, мы с абсолютно чистой совестью, светлым и собранным умом можем молиться о наших правителях с совершенно разной интенцией. Кто-то из нас будет молиться о тех из них, кто уже является благочестивым. Кто-то, может быть, будет молиться о всех них, чтобы Господь послал им искомое благочестие. Но в любом случае возглас этот имеет подобного рода смысл и окраску. То есть, он не говорит о неких благочестивых людях вообще, он однозначно и безусловно говорит о правителях. И, соответственно, здесь мы видим, что в рамках литургического последования церковь объединяет всех, она молится и о нуждах своих самых простых прихожан, прямо здесь и сейчас, находящихся в рамках литургического собрания, и о самых высокопоставленных из них, чтобы всякому от Господа была дано помощь и благодать к осуществлению своего дела. Кому-то к торговле овощами, а кому-то к управлению государством. После этого мы, собственно, слышим пение Трисвятого. Это достаточно древняя молитва, восходит она по, как минимум, известным нам источникам примерно к V веку, а именно об этом нам говорят древние церковные историки, то есть, она пелась отцами Халкидонского собора, то есть, собственно, середина V века. Иоанн Дамаскин сообщает нам о том, что появляется она впервые в православном обиходе в рамках чуда, которое совершилось при константинопольском патриархе Прокле. Он говорит в точном исповедании православной веры, это 10 глава, следующее. Составители церковной истории повествуют, что в то время, как народ константинопольский молебствовал ради некоего неспосланного богом бедствия, совершившегося при архиепископе Прокле, «Случилось, что некий отрок был восхищен из народа, и в таком состоянии некоторым ангельским научением был наставлен тресвятой песня «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». И как только отрок был возвращен и возвестил то, чем он был научен, то весь народ воспел гимн, и таким образом прекратилось угрожавшее бедствие». По всей видимости, речь идет о одном из землетрясений, которые достаточно регулярно сотрясали Константинополь. Достаточно пространный вариант этой истории рассказывает о том, что мальчик был поднят силами небесными в воздух и, собственно, услышал, как перед престолом Господним небесные силы воспевают «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Когда он был возвращен в собрание молящихся и повествовал им о произошедшем, то не от откровения небесных сил, а от общей народной вот этой массы к этому и было добавлено «Помилуй нас». То есть, не ангельские силы просят Троицу о помиловании, это, собственно, прибавка от нас, от человечества к Творцу. Собственно, после чего и прекратилось угрожавшее городу землетрясение. Здесь, с одной стороны, мы видим, что в источнике описывается та самая регулярная Константинопольская практика крестных ходов. Мы видим, что в ней используются вот такого же рода антифонные тексты, потому что Трисвятое очень корректно в подобного рода форме, когда Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный может возглашать, например, Протапсалт, и «Помилуй нас» будет отвечать народ. Хотя и в целой своей, да, вот в этой исключительно лаконичной форме оно прекрасно запоминается, и, конечно, благодаря этому вполне возможно и входит максимально широко впоследствии практически во все наши последования, как богослужебные, так и наши молитвенные частные. То есть, то же самое Трисвятое поотче наш, с которого мы начинаем практически любое наше домашнее молитвословие, да, собственно, вот в одной из своих начальных молитв, да, собственно, после Царю Небесной, содержит именно тот самый текст от архиепископа Прокла до дней нынешних до нас дошедший. В качестве прекрасного догматического комментария на Трисвятое я с большим бы удовольствием порекомендовал вам также текст преподобного Иоанна Дамаскина, это послание Иордану Архимандриту о Трисвятом. Он достаточно небольшой и, повторюсь, исключительно прекрасный, указывая на то, как в такой малой формуле может содержаться огромное количество смыслов. Замечу, что Трисвятое является практически калькой, да, ну или такой, как бы, реминесценцией, переосмыслением совершенно конкретного библейского текста. То есть, здесь мы можем с вами обратиться к шестой главе книги пророка Исаии. И там мы увидим, в общем-то, похожее же повествование, только не с отроком, да, и бедствием, а с пророком, собственно, и моментом, когда он входит в Иерусалимский храм и в рамках откровения начинается, собственно, его личная пророческая история. Итак, он пишет. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали один друг к другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его». Вот, собственно, это Трисвятое является в том числе основой к тому виду, да, к той форме Трисвятого, о котором мы говорим с вами сегодня. Об этом говорит, кстати, в своем послании и преподобный Андамаскин, да, он видит такого рода связь. Более того, для него древнее Трисвятое, собственно, пророком Исаии описываемое, является ничем иным, как ветхозаветным прообразом, да, как бы, или пророческим указанием на мысль о Святой Троице. Да, не единожды, но трижды, взывают херувимы, обращаясь к единому Богу. При этом, конечно, сама структура и логика Трисвятого понятна и даже в рамках совершенно обычного ветхозаветного богословия. Мы знаем, что, собственно, иврит, как и многие другие семитские языки, использует превосходную степень в качестве одного из ярких, скажем так, поэтических ходов, подчеркивая таким образом значимость, да, и статус описываемого. Например, небеса – небес, святая – святых. Трисвятое указывает на абсолютную, уникальную святость, и, во-первых, и, главное, в ветхозаветном смысле этого слова, да, то есть отдельность, выделенность, отличность, непохожесть Бога на всё, что существует в сотворённом им мире. Да, то есть свят, 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 Бог более свят, более инаков и совершенно не похож ни на что, да, даже более, чем, например, самое святое из того, что существует в мире, святая святых Иерусалимского храма. О ней мы говорим в превосходной степени, а о Боге в степени превосходящей превосходную. Свят, свят, свят Господь Саваоф. При этом нужно заметить, что в православной традиции этому гимну всегда придавалось исключительно триодологическое значение, то есть мы привыкли к нему мы и сейчас, имея в виду, что каждое из этих воззваний относится к одному конкретному лицу Святой Троицы. «Святый Боже» говорим мы о Отце, «Святый Крепкий» говорим мы о Сыне, «Святый Бессмертный» о Святом Духе, и о всех них как едином природно-божестве, обращаясь к нему, мы говорим «помилуй нас». Повторюсь, да, это очень короткая, очень ясная догматическая формула. Замечу, что далеко не все христиане таким образом на неё смотрели. В дискуссиях, о которых мы говорили в рамках наших прошлых лекций, когда упоминали христологические споры, собственно, например, те же самые монофизиты изменяли эту формулу, добавляя, и автором этой вставки был патриарх Пётр Гнофевст, человек, который, кстати, известен нам благодаря, например, идее поминать Пресвятую Богородицу за каждой ектеньёй, или, например, петь общенародно символ веры за каждой литургией, то есть не все его идеи отвергнуты церковью далеко. Ну так вот, но относительно Тресвятого он практиковал вставку «распявшийся за нас». То есть в его изводе оно звучало «святый Божий», «святый крепкий», «святый бессмертный», «распявшийся за нас, помилуй нас». То есть из триодологического гимн переосмысливался им в христологическом ключе. И все эти именования таким образом, с его точки зрения, относились только к сыну. С этой позицией категорически не были согласны православные богословы. Даже в рамках традиции православной и, например, монофизитской рассказываются разные истории о появлении этого гимна. Например, монофизитские авторы высмеивают константинопольскую историю, называя её байками. Однако при этом говорят, что Тресвятое относится ко времени аж Иосифа Аримафейского, что он, стоя при кресте Господнем, на самом деле взывал таким образом к Христу распятому. Таким образом как раз и оправдывается вставка «распявшийся за нас». Нужно заметить, что история монофизитская выглядит ещё более-менее правдоподобной. По той простой причине, что о ряде древних гимнов мы прекрасно осведомлены благодаря либо исключительно древним церковным историкам, либо, собственно, новозаветному тексту, который тщательно сохранил для нас некоторые из подобного рода гимнов. Ну, например, тот же самый Апокалипсис предлагает нам целый ряд гимнов Древней Церкви. Тот же самый Апостол Павел предлагает нам и варианты кратчайших исповеданий веры. Видимо, это, скажем так, такие протокрещальные символы веры, которые ходили на том этапе в христианских общинах. Также, собственно, предлагает он нам и варианты гимнографии, самой ранней христианской. Ну, например, когда он цитирует гимн «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос». То есть, причём он именно указывает, что это цитата, но это не цитата никакого из, например, священных текстов. То есть, таким образом, эта цитата явно богослужебная. Вот никто ни из новозаветных авторов, ни из ранних церковных, вот как раз ранние эпохи патриарха, прокла, Халкидонского собора и после, не говорит о Трисвятом. Поэтому его чтение христологическое, безусловно, ошибочно. Перед нами текст, посвящённый Святой Троице. Расположение его именно в этом моменте литургии совершенно не случайно. Мы только что сказали, что произошёл малый вход. То есть, вот процессия шла к храму, вот она в храм вошла, вот Евангелие возложили на престол. Таким образом, в лице предстоятеля община подошла непосредственно к алтарю Господню. Вот к тому самому престолу, на котором будет совершаться страшное и святое таинство, в рамках которого хлеб и вино станут телом и кровью Христовыми. Так как это осмысливается, как непосредственно приход к престолу Вседержителя, мы и вспоминаем ангельские силы, которые перед этим самым престолом и воспевают Трисвятую Песнь. То есть, как в рамках молитвы Входа мы говорили, что мы сослужаем вместе со святыми ангелами, так и здесь Трисвятая Песнь поется, потому что вот все собрание верных подошло к престолу Господню, у которого и слышна всегда эта самая песнь. Замечу, с Трисвятым мы встречаемся в литургии дважды. Собственно, в виде Святой Божьей, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас, в момент после Малого Входа. Но с воспеванием Свят-Свят-Свят Господь Саваоф, то есть с еще более архаичной и еще более созвучной, с пророком Исаией формулой, мы встретимся непосредственно уже глубоко внутри молитвы Анафоры, внутри центральной части литургии. Замечу, что при всем своем достаточно регулярном использовании Трисвятое иногда заменяется в рамках литургии. Например, в дни, когда совершается чествование креста Господня, вместо Трисвятого поется «Кресту Твоему поклоняемся Владыка». В узловые дни церковного года, в рамках которых совершалось крещение новопросвещенных, но здесь мы можем вспомнить, собственно, Рождество, Богоявление, Пасху и предшествующие ей дни, например, Великую Субботу и Субботу Лазареву, и, безусловно, Пятидесятницу, вот в них поется гимн, связанный с крещением. «Илица во Христа крестистисся, во Христа облекостисся, Аллилуйя!» «Те, кто крестились в Христа, в Христа облеклись», говорит церковь. Собственно, как мы уже говорили, это пение предваряется священнической молитвой. В момент, когда священник оказывается пред престолом, он читает молитву следующих слов. «Боже святой, во святых пребывающий, серафимы тресвятой песнью тебя воспевают, и херувимы словословят. Тебе все небесные силы поклоняются. Ты из небытия к бытию привел все, создал человека по образу своему и по подобию, и всеми твоими дарами украсил. Ты подаешь просящему премудрости разум, и не отвергаешь от себя согрешающего, но предлагаешь спасение через покаяние. Ты привел нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, предстать в этот час перед славой святого Твоего жертвенника, и достойное Бога Тебе поклонения и словословия возносить. Сам Владыка, прими и из уст нас, грешных, тресвятую песнь, и посети нас любовью Твоею. Прости нам все согрешения, вольные и невольные. Освети наши души и тела, и укрепи нас на благоговейное служение Тебе во все дни жизни нашей, по молитвам Святой Богородицы и всех святых, чья жизнь благая от сотворения мира угодно Тебе. Ибо свят Бог наш, и Тебе славу, и Тресвятую песнь воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. В этой молитве мы видим, собственно, все эти темы, которые только что с вами обсудили. То есть, собственно, молитва предстояния престолу. Здесь Бог Святой в святых пребывающий, опять же, не в святых, в смысле людях, а на святом месте, в святом престоле почивающий. То есть, престол небесный, но и святость престола земного здесь также имеется в виду. Собственно, далее мы видим, что молитва соединяет нас с силами небесными, с воинством ангелов, как они воспевают Тебе, так и нам, дай достойное Тебе поклонение и словословие возносить. Кроме всего прочего, в этой молитве мы видим ряд таких смысловых ходов, которые роднят ее санафорой, с центральной молитвой литургии. То есть, здесь тоже присутствует определенная воспоминательная часть. То есть, священник, обращаясь к Богу, говорит о том, как и почему вообще это обращение возможно. То есть, не просто так и не с пустого места мы имеем возможность говорить со своим собственным творцом, а по той причине, что ты сам из небытия к бытию все привел, создал человека по своему образу и украсил своими дарами. И даешь, с одной стороны, человеку премудрость, то есть, он может понять то, что ты существуешь и искать тебя. А с другой стороны, предлагаешь спасение через покаяние. И покаяние одна из основных тем данной молитвы. То есть, мы, осознавая свою греховность, приступая к престолу благодати, и спрашиваем у Бога, во-первых, и главное, прощение в своих согрешениях. Вот эта мысль о том, что с молитвы о прощении, с исповеди, с покаяния перед Богом, начинает с нашего участия в таинстве литургии, совершенно органично, практически для всех литургических последований. Мы видим ее и в западных литургиях, и месса триденская, и современная, и в последованиях восточных. Тема покаяния перед началом богослужения, безусловно, присутствует, потому что необходимо, конечно, взыскать чистоты сердечной, чтобы общаться с Богом. Кроме всего прочего, как мы уже говорили, так как литургия курсирует между бытовыми и сакральными темами, Вот здесь мы видим, как она склоняется в вторую сторону. Эта молитва никак не касается ничего обыденного, а целиком связана только с темой покаяния, предстояния перед Богом и ожидаемого от Него благодеяния и помощи к спасению. По завершении пения Трисвятого, священник от, собственно, престола переходит к горнему месту. Далее начинается момент литургических чтений. Литургия слова, собственно, и называется так, ввиду того, что центральным узловым ее моментом является дидактическая учительная часть, в рамках которой звучат тексты священного писания и по-хорошему звучит проповедь на тему прочитанного. В разных литургических традициях эти чтения могут быть различными. Ну, например, в рамках ряда изводов древних литургий или, например, современного последования католической церкви звучат чтения и из Ветхого Завета, и, собственно, из апостольских посланий и евангельский текст. В рамках православного чинопоследования, как правило, ветхозаветные чтения звучат только в рамках вечернего богослужения. Литургия же, как правило, предлагает чтение из апостольских текстов и, собственно, из Евангелия. После пения Трисвятого наступает пора именно для чтения из апостола. «Предваряется оно исполнением прокимна». Прокимен, как с греческого может быть переведен как «предлежащий» или «находящийся», «лежащий» впереди. Это стих псалма, который звучит рефреном, то есть такой повторяющейся мыслью, к нескольким другим стихам, как правило, к этому же псалму относящимся. Перед нами вполне возможна редукция, такое упрощение начального псалма литургии. Как мы уже говорили, как правило, богослужебные последования часто с псалмов начинаются. Можем вспомнить, например, ту же самую вечернюю с ее 103-м псалмом. Древний прокимен, по всей видимости, был достаточно обширным. Современный прокимен, как правило, содержит в себе две строки. Соответственно, первая из них потом и будет повторяться как рефрен. Вторая из этого же псалма будет подчеркивать эту общую тему. И третий раз первая строка будет читаться и допиваться до конца. То есть, в итоге мы слышим вот такое несколько раз повторяющееся чтение и пение. Как правило, прокимен смыслово связан с теми чтениями, которые мы сегодня услышим. Ну или шире с тем днем, с той литургической памятью, которую мы сегодня совершаем. Ну, например, прокимен на память преподобных будет звучать «Честна пред Господем, смерть преподобных его». И вот по такой же логике стихи из псалмов будут подобраны к определенного рода тематическим чтениям или к тематическим, собственно, памятям. Далее, собственно, звучит чтение фрагмента из апостольских текстов. Как апостол, так и Евангелие разделены примерно таким образом, на такое количество зачал, чтобы прочитываться в рамках одного литургического года. Циклы чтения в разных христианских традициях тоже могут быть разными, но в рамках православной, как правило, мы стараемся прочитывать и четверо Евангелия за год. А, например, в случае того же самого Великого поста получается, что мы прочитываем его практически еще раз целиком, если мы имеем в виду практику чтения Евангелия подряд на шестой неделе поста. И апостольские тексты также прочитываются за год. То есть идея в том, что, например, человек, посещающий богослужения ежедневно, имеет возможность выслушать Новый Завет целиком. С Ветхим Заветом такой тенденции нет. Мы видим лишь небольшой объем паримий, то есть чтений, собранных из разных фрагментов Ветхого Завета, тематически совпадающих с теми датами и празднованиями, которые мы совершаем. Или же, например, последовательное чтение нескольких книг. Это, собственно, Псалтырь, это Иов, Бытие, Пророк Исаия. После того, как прозвучало апостольское чтение, мы слышим возглас священника «Мир тебе», обращенный к чтецу. На самом деле это возглас достаточно бытовой. Здесь не только и не столько имеется в виду, что священник концептуально преподает благословение читающему, сколько им обозначается, что отрывок достаточен, можно прекратить чтение. Далее у нас звучит «Аллилуарий». Это тоже стихи из Псалма, рефреном которых, однако, будет всегда пение «Аллилуя». В отличие от Прокимна, «Аллилуарий», по всей видимости, практически никогда каким-то особенным объемом не отличался. Однако, конечно, и здесь есть свои частные случаи. Мы можем вспомнить «Аллилуарий Великой Субботы», который, собственно, знаменует собой, так вот, визуально, переоблачение храма из темных рис в ризы светлые. Это момент, когда чтение апостола, напомню, закончилось. Затворились царские врата, и пока звучит долгий «Аллилуарий», читаются стихи Псалма и поется «Аллилуя», алтарь переоблачается, и на моменте, когда открываются царские врата, мы видим и священнослужителей, и престол с жертвенником, облаченные в светлые ризы. Но это, наверное, вот одно единственное такого рода исключение. Далее наступает время чтения Евангелия. Вдаваться в детали здесь, как оно осуществляется только священникам или священникам с диаконом, потому что здесь есть свои особенности в рамках, например, диалогов, мы не будем. Принципиальная идея в том, что перед этим чтением, во-первых, и главных, как, например, перед Трисвятым, звучит своя молитва, она достаточно краткая, и нужно заметить, это одна из немногих молитв литургического последования, которая время от времени встречается в последованиях мирянских. Ну, то есть, например, в ряде молитвословов именно ее предлагают для благочестивых мирян как молитву перед чтением Евангелия. То есть, собственно, вполне возможно, ее текст вы уже и слышали. Да воссияет в сердцах наших, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания нетленный свет, и очи ума нашего отверзи к пониманию евангельских Твоих изречений. Вложи в нас и страх перед Тобою, да не нарушим блаженные Твои заповеди, но, победив все плоские похоти, духовно будем жить, во всем угождая Тебе делами и помышлениями. Ибо Ты просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебя прославляем с безначальным Твоим Отцом и святым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Здесь молитва содержит очень важную, в общем-то, как кажется, совершенно простую и очевидную мысль, но которую мы в практике часто упускаем. Обратимся к ней подробнее. «Очи у монашего отверзи к пониманию евангельских Твоих изречений». Мысль в том, что священный текст, безусловно, лучше понимается при наличии соответствующего образования, определенного рода бэкграунда, опыта участия в церковной жизни и дальше, дальше. Но принципиально важным является мысль о том, что и священное писание, и богословие вообще являются, во-первых, и главных, открытием и даром, то есть их понимание является открытием и даром, который преподается Богом, и в конечном итоге зависит только от Него и Его воли. Мы просим, чтобы Господь открыл внутреннее наше око, да, очи нашей души, к тому, чтобы за простым чтением букв нам открылся истинный внутренний глубокий смысл предлагаемых нам слов. Собственно, наверное, именно ввиду такого рода понимания мы и можем с вами наблюдать, и я думаю, что это достаточно общее место для внутренней жизни каждого из нас, что сколько бы мы ни читали евангельский текст, один ли раз в жизни он у нас прочитан, или мы читаем его в рамках всего года регулярно, и, соответственно, уже потеряли счет, сколько раз мы прочли четырех евангелистов, мы всегда открываем для себя нечто новое. Слова Евангелия, которые, как нам кажутся, уже в ряде случаев практически выучены нами наизусть, вдруг открываются нам совершенно с неожиданной стороны. Это происходит во многом и главном ввиду того, что благодать Божия, действующая в нас, открывает нам познание этих слов, что в рамках той или иной ситуации Господь делает для нас внутренний акцент, как бы дает нам некоторого рода ответ на наше вопрошение, ведет нас, наставляет, и об этом мы и просим, что, безусловно, от Бога исходит это, то есть, одна только наша образованность, начитанность или что-либо подобное, не делает нас специалистами в понимании священного текста никоим образом. Об этом, собственно, просит священник вот и в рамках данного чтения. Более того, в молитве мы указываем и на то, что является препятствиями в подобного рода понимании. Мы просим о том, чтобы нам сопутствовал страх Божий, то есть, соответственно, отсутствие его, как бы некорректное отношение к священному тексту, безусловно, не способствует его пониманию. Плотские похоти, конечно, человек с затуманенным внутренним оком, которое затуманено страстями, вряд ли может постичь должным образом смысл священных слов. Собственно, необходимость жить духовно и, конечно, поиск угождения Богу и делами, и помышлениями. При всем при этом, эта молитва звучит из уст священника не о самом себе, только, хотя читать Евангелие будет, собственно, он, или, например, диакон, она звучит о всех членах общины. То есть, здесь важно, и, конечно, литургия это регулярно подчеркивает, но здесь это особенно очевидно, что священник предстоятель от всех стоящих, с ним рядом. То есть, важно, чтобы не только ему открылось нечто при евангельском чтении, а чтобы вся община назидалась от слова Господня, и чтобы у всякого духовные препятствия к пониманию были устранены благодатью Божией, и всякому эта же самая благодать поспешистовала как раз к должному и к верному пониманию читаемого сегодня. Собственно, после чтения данной молитвы священник преподает мир собравшимся, и звучит тот или иной евангельский фрагмент. Буквально пару слов скажем о тех самых изданиях, которыми пользуется церковь для подобного рода чтений, и о структуре и логике, в рамках которой она эти чтения избирает. Замечу, что принципиально, говоря о евангелиях, мы можем назвать две формы, наиболее широко распространенных в православной традиции. Например, церкви грекоязычные пользуются изданиями, которые мы привыкли называть апрокос. Термин происходит от греческого праздный, выходной, то есть апрокос, без практики, без дела. То есть имеется в виду собрание недельных чтений, воскресных. То есть это издание, не обязательно только воскресные чтения объединяющие, но его характерной особенностью является то, что тексты в нем находятся не в рамках общей логики евангельского текста, как последовательного повествования, а тексты находятся в нем в рамках логики литургического календаря. То есть открыв Евангелие Апрокос, мы не увидим там первую главу Евангелия от Матфея, потом вторую, третью и так далее, до последней главы Евангелия от Анны. Нет. Мы увидим там чтение на Рождество Христово, далее на попразднство Рождества Христово, далее на воскресный день по Рождестве и дальше, дальше, дальше. То есть разбиты они будут, как бы евангельски непоследовательно, а литургически последовательно. В плане практики кажется, что это удобно. То есть священник, прочитав один текст, просто оставляет закладку здесь, и на следующий день открывая, он знает, что он тут же встретит текст дня сегодняшнего, ему не нужно будет перелистывать половину Евангелия в поисках необходимого фрагмента. В церквях славянской традиции мы преимущественно наблюдаем издание четвероевангелий, то есть под единой обложкой последовательно изданный текст четырех евангелистов, когда мы увидим Матфея, Марка, Луку и Иоанна, идущих подряд, текст цельный, с соответствующими богослужебными ремарками. То есть на полях у нас будут цифры, обозначающие номер зачала, а в строке сноски у нас будут необходимые богослужебные ремарки, то есть в какой день читается это чтение, какими словами оно предваряется. То есть текст последовательный, работать с ним вполне возможно кажется сложнее, но в плане приходской практики мне кажется, что, конечно, возможно, здесь ситуация кто к чему привыкает, но последовательный текст четвероевангелия кажется всегда удобней, чем апракос, который, как кажется, подумал все за тебя и всю работу за тебя осуществил. Но время от времени, например, тебе необходимо совершить какую-то память вне этого календаря, а там этого чтения нет. И ты тогда входишь в совершенно системное затруднение. Повторюсь, что тексты имеют разбивку, апракосы дают сразу необходимые фрагменты, текст в четвероевангелии содержит разбивку в качестве ремарок на полях. Откуда взялась сама разбивка евангельских текстов, как сформировалась вот эта культура лекционария, так как бы культура литургических чтений. Церковные историки указывают на дьякона Александрийской церкви Аммония и увязывают с третьим веком первое разделение евангелий, ну а впоследствии и библейского текста, на зачало, то есть на те фрагменты, которые читаются за богослужение. Привычное же нам деление текста, когда мы видим, что он разделен на главы, а главы на стихи, возникает исключительно поздно и уже совершенно вне православной традиции. То есть, собственно, к XIII веку у нас относится деление текста на главы, осуществляет его Стефан Лангтон, архиепископ Кентерберийский, а еще более поздно, непосредственно уже веку по XVI, текст делится на стихи парижским печатником Робертом Стефаном. Таким образом, мы получаем тот универсальный вариант библейского текста, к которому мы привыкли до сих пор. Относительно того, в какой логике мы читаем евангелистов в рамках года. Вот здесь можем обратиться к статье одного из наших исследователей, он прекрасно по этому поводу говорит, я зачитаю небольшой фрагмент. То есть, Евангелие мы читаем практически последовательно, но не в той последовательности, как они предложены в книге. То есть, мы не с Матфея начинаем. Начинаем мы церковный год с Пасхи, и, соответственно, чтения у нас начинаются с Евангелия от Иоанна. Итак, путь Иоаннов простирается на семь недель Пятидесятницы, за исключением трех дней. Вторника Пасхи, неделю Жон Мироносец, четверга Вознесения, когда читаются зачалы из других Евангелий. Иоанново Благовестие заканчивается на Литургию Пятидесятницы. Но другой день, в понедельник Святого Духа, восходит Святило Матфеева и господствует в протяжении семнадцати недель. Впрочем, вместе с Марком, который после полных одиннадцати недель Единовластия Матфеева вступает с понедельника недели двенадцатой по Пятидесятнице и в течение следующих шести недель оглашает своим благовестием будние дни, соединяясь с чтением Матфеева. За Матфеем начинает поприще Лука и благовествует сначала один в течение двенадцати полных недель, затем с Марком, который опять принимает будние дни, оставляя Луке субботы и недели. И содружество Луки с Марком продолжается до Триоде в течение четырех недель и затем в период Триоде и заканчивается в субботу Месопустную. То есть, можем в целом сказать, что мы достаточно последовательно читаем Евангелие в рамках года. Начинаем мы с Анна, от Пасхи до Троицы, дальше читаем Матфея на определенном этапе, добавляя к нему Марка, и переходим к Луке, Марком также его разбавляя. Вот таким образом в самом широком смысле у нас и выглядит наш церковный год в плане литургических чтений. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.